Ситуация, скажем, уже не один год крайне напряженная и не улучшается. Несмотря на обещания, данные господином Добкином и Кернесом еще в июне прошлого года, это было 24 июня, если не ошибаюсь, ничего из тех обещаний не выполнено. Долг только вырос, поэтому не случайно, что уже в этом году рабочие вынуждены были второй раз бастовать. Если первый раз в этом году, в мае, эта забастовка приняла радикальный характер и было перекрытие улицы, то на этот раз обошлось без таких акций. Ну, тому есть определенные причины. В общем-то, долг не уменьшился и значительно. Во всяком случае, согласно ответа, который получил от Министерства социальной политики, уже не промышленной политики, не правительства, а социальной политики. То есть в разряд вот этот перевели социальной политики вопрос по выплате долгов по заработной плате. И не только завода Шевченко, но и другие государственные предприятия. Здесь, в частности, фигурирует и завод имени Малышева, авиационный завод и ХЭМС. Вот четыре предприятия, по которым мы еще в апреле пикетировали обладминистрацию и направили обращение правительству. Вот пришел ответ от Министерства социальной политики. Здесь указывается, что на конец мая 25,8 миллиона гривен задолженность по заработной плате и 14,3 миллиона гривен пенсионного фонда. 25,8, скажем так, издевательства над человеком труда. Люди не получили еще 5 миллионов за 8,9 и 20 миллионов за 10,11. Последние выплаты, которые прошли, это была совершенно незначительная сумма, которую выплатили за сентябрь 2009 года. И это был результат торгов, на котором выручили, продавая народную собственность, аж 224 тысячи гривен. Ну, естественно, обещания, которые были даны, не выполнены. И вот это вызвало, так сказать, всплеск недовольства. И тем более, что эту сумму поделили несправедливо. Выплатили тем, кто работает. А ситуация такова, что сегодня есть излишняя численность. Ну, излишне мы понимаем, почему. Потому что нет заказов. И вот тем людям, которые нужны, что-то производят необходимое. Это по танковой тематике, или для систем управления атомной электростанцией. Их приглашают на работу, они проходят. Основная же масса людей работает 2 дня. Понедельник, вторник. Ну, и вот тем, кто нужнее, тем заплатили. Остальным нет. Значит, есть еще одна проблема. Люди, которые хотели бы уволиться, их не увольняют. Потому что, опять же, нет денег, чтобы выплатить долги по заработной плате. Вот вчера ко мне подошел мой бывший рабочий. Ему уже 81 год. Он работает 57 лет на этом заводе, токарем автоматчиков. Василий Константинович. И вот он сказал, я хочу уволиться, меня не увольняют. Какой же я заработник? Мне уже 81 год. Но опять ему даже не подписывают увольнение, потому что они могут собрать вот те 13 тысяч, которые мы должны. Некоторым людям, конечно, должны больше, по 30 тысяч. Вот это вчера они высказывали. Значит, приехала группа из АСИТВ, они высказали свои претензии. Ну, в том числе, вот то, что их поделили на белых и черных. И то, что, в общем-то, обещание не выполняется. Поначалу выполнили свое обещание, выплатив тысячу гривен каждый. Ну, затем, в общем-то, копейки за предыдущие годы платили проценты. Неполнюю даже заработную плату. Ну, трудно, конечно, представить, как может человек, не получая 20 месяцев заработную плату, вообще жить. Если у него 30 тысяч лежит, вот, мертвым грузом там где-то непонятно. И эти суммы ведь еще индексируются. Вот они, жалость, тоже не индексируются. Поэтому меня предупредили за несколько дней для того, что есть настроение людей, что группа активистов прошла по цехам и предложили в понедельник бастовать. Затем, насколько мне стало известно, было совещание, на котором приглашали и начальников цехов, и были председатели цехкомитетов. Они решали, что же все-таки делать. Ну, я понимаю, что они в растерянности не видят выхода. Как стало известно вчера, руководитель санации и начальник управления промышленности уехали в Киев, чтобы какие-то тоже вопросы решать. Ну, это людей не удовлетворяет, потому что, что такое на сегодняшний день, при таком росте всего и вся, в общем, не получать деньги, а для тех, кто это единственный источник существования, хотя есть, конечно, и пенсионеры, которые на пенсию могут еще как-то существовать, ну, это просто конец. Поэтому было, в общем-то, задействован ряд механизмов. Первый – это разделить людей. И второй механизм – это сделали поручение, дали поручение начальникам цехов, значит, охрана и режим, начальник по режиму, которые стояли, начиная с 7 часов, у проходной, и, в общем-то, фиксировали. В ходе этой забастовки выходили начальники цехов, и просто, можно сказать, я видел такой инцидент, когда рабочего просто загонял криками, требовал, чтобы он шел на работу, тот наотрез отказался. Ну, далеко не все, конечно, так поступили. Некоторые, в общем-то, уходили, и виделось разочарование. То есть они не верят, что уже есть возможность какая-то подействовать на эту ситуацию. Ну, главное, что сырало роль, очевидно, то, что вышел представитель заводского комитета, вышел представитель совета начальников цехов, он же руководитель от завода, той комиссии, которая занимается решением вопросов, и сказали, что дискать глава администрации Допкин обещал до 15 июля погасить задуманность. 15 июля еще не настало, давайте, мол, подождем 15 июля. Поэтому рабочие, значит, согласились. То есть в некоторой мере дождались телеоператора и журналистов, то есть в частности ICTV, и, насколько я знаю, эта информация уже прозвучала, вот, рассказали о проблемах и бедах, и, так сказать, я им сказал, что на этом будем считать, что акция завершена, потому что, ну, не было смысла дальше проводить, и поэтому акция была свернута. То есть 2,5 часа, 2,5 часа проходила забастовка, порядка, ну, если так говорить, может быть 300-350 всего человек, по мере того, как они уходили, осталось порядка 200 человек, которые дождались, значит, уже до 9.40, вот, после чего через 5 минут мы эту акцию свернули. Значит, в этом вот ответе, который я получил от Министерства социальной политики, что поражает, что возмущает, что они, как и, в общем-то, Министерство промполитики, пытаются убедить нас, а направлено на голову громадской организации трудового харьковщина, Тищенко, ПВ, в ответ на наше звернение, что все хорошо, да, что вот, видите ли, там, заказы заключены, с энергоатомом, что системы управления будут изготавливаться, что даже электронную книжку, но я говорил с начальниками цехов, а мне отвечают, что такое электронная книжка, они не имеют представления, вот, никто никакой документации ничего не давал дальше. Еще во время акции, которая проходила здесь, на площади Дзержинского, выходил зам главы администрации Саня, его спросил, скажите, что такое вот эта электронная книжка, какие объемы, он сказал, на всю Украину, ну вот уровень чиновника, на всю Украину, он не понимает, что такое объем, то есть сколько труда нужно вложить в эту электронную книжку, в единицу, да, вот, чтобы ее изготовить, мы понимаем, что это в основном комплектующие будут, да, там изготовят какую-то материнскую плату, там, я знаю, что-то для управления, какие-то кнопочки, да, корпус и так далее. Сколько даст эта загрузка? Ну, я понимаю, что они для 1900 рабочих, во всяком случае, то это будет задействовано мизерно, значит, можно поставить, если, говорит, нельзя же... Это уже деталь, давайте, мы уже переходим к ситуации. Хорошо, да, что... Так вот, я хотел бы завершить просто фразу, значит, нельзя же кустарным образом изготовить даже эту книгу, то есть поставить нужно автомат. Это вот, его обслуживать будет, ну, пускай максимум 4 человека. То есть система, ну, совершенно неприпусимая. Ну, и дальше здесь называется еще ряд предприятий, в частности, завод имени Малышева, который на сегодня порядка 7 миллионов, он завод у Шевченко, рабочим, да, но в то же время самому заводу имени Малышева должны рабочим 28,9 миллиона, ну, будем говорить, 29 миллионов гривен, работу завода имени Малышева. Дальше. Пенсионному фонду 42,5 миллиона. Это по заводу имени Малышева. Что такое? Вот эта сумма, вы понимаете, что такое 42,5, это значит, что пенсионный фонд не уплатили, и те, кто уходят на пенсию, они засчитаются и денег, и стажа. Вот, всего-навсего. Поэтому рабочие завода имени Малышева решили обратиться с письмом к рабочим завода имени Малышева. Значит, ну, во-первых, они в одной связке, в одной связке, потому что комплектующие для танков и БТР делают на заводе имени Малышева. Непоставка этих комплектующих означает невозможность выпустить танк рабочими заводами имени Малышева. Ну, и второе, тот же завод имени Малышева, которому государство не дает денег за продукцию изготовленную, то же самое не в состоянии рассчитаться с заводом имени Шевченко. Поэтому они предложили, давайте вместе выступать. Возможно, такая акция в будущем и состоится. Но, во всяком случае, мне поручено рабочими, чтобы я подготовил такое обращение.